На картине четыре апостола изображены апостолы-евангелисты. Слева направо стоят Иоанн, Петр, Марк и Павел. Стоят очень тесно, на одном полу, представляя себя единое целое. Единое как по композиции, так и по устремлениям. Однако, если сравнивать апостолы между собой, они абсолютно разные. Иоанн высокий, с высоким лбом, он уже начинает лысеть. В руках он держит книгу. Что-то высматривает в ней с лицом напряженным и немного рассеянным. Он кажется некрасивым. Так бывает с учеными, которые излишне увлечены чем-то. Он представляет характер сангенический. Рядом с ним Петр, стоит, уткнувшись взглядом в пол. По преданию, Петр предал Христа и хоть и раскаялся в этом. В ночь заключения Христа Петра трижды спросили, знает ли он этого человека. И трижды Петр, прежде клявшийся ему в верности и бывший фанатичным в своей вере, ответил – нет. В его позе видна тяжелая задумчивость, тихая угрюмость. Словно угнетенный своей виной, он так и не смог до конца распроститься с ней. Он флегматик. Рядом с ним Марк, радостно оживленный. Он смотрит на огромную книгу, которую держит Петр, скорее всего, Евангелие, и предвкушает предстоящую работу. Славить Господа, нести Его Слово по всей земле. Марку это представляется достойным приложением всех сил, темпераментным. Он словно с нетерпением ждет момента, когда же уже можно будет начать. Он холерик. Павел, стоящий рядом с ним, спокойнее. Он держит на руках Евангелие. Во второй руке у него палка, на которую он опирается. Он одет в белое и смотрит строго и серьезно, словно спрашивая у зрителя, чем же обернулся их великий поход. Послушали их люди, уверовали в Бога. Он меланхолик. При всей непохожести апостолов, при совершенно разных лицах, все они выглядят одинаково верующими и освещает их изнутри один и тот же свет. Тот свет, что сошел на них после вознесения Христа и сделал их больше, чем братья. Продолжение следует...